Сегодня действительно значимое событие для города. Это мероприятие направлено на улучшение пассажирского сообщения. Внутри города мы выводим на маршрут 21 автобусов. В рамках контракта поставлены все 90 автобусов на газомоторном топливе по контракту, который в мае был заключен. И первые 20 сегодня выходят на маршруты. Планируется, что эти 90 автобусов будут направлены на 14 маршрутов. Предприятие Севавтотранс сейчас находится в поиске водителей. На первые 20 машин все водительским составом укомплектованы. Транспортные средства. Вы знаете, что мы также активно работаем с компанией ГТЛК по программе лизинга по поставке троллейбусов. Заключен контракт на 78 машин. И общая сумма средств направлены на цель обновления транспорта общественного порядка 2,3 миллиарда рублей до 2021 года. Мы сейчас будем иметь возможность посмотреть эти великолепные машины, которые нисколько не влияют на экологическую обстановку. В рамках этой программы мы планируем построить дополнительную автомобильную газонаполнительную станцию на базе Севавтотранса. Это первые шаги. Ряд автомобилей предусмотрены внутри города. Ряд для пригородного сообщения. В автомашинах пригородного сообщения предусмотрены кондиционеры. Все автобусы оборудованы современным оборудованием, тахографами, электронными системами учета, видеорегистраторами. Они наиболее оптимальны для нашей транспортной системы. Небольшие автобусы, а именно такие компактные, которые перевозят в определенном режиме наших пассажиров. И, конечно, не типом транспортного средства решается проблема транспортной доступности, а режимом перевоза, графиком движения транспортного средства. И департамент должен оптимально распределить данные транспортные средства на наших маршрутах, чтобы помимо коммерческих перевозчиков, наш государственный перевозчик решил проблему, которую волнуют горожан, чтобы в каждую точку города можно было оптимально добраться. Не во все места можно доехать на троллейбусном транспорте, поэтому увеличение объема транспортных средств. Средств автомобильных, автобусных является шагом на решение транспортной проблемы. СЕФАвтотранс за два года переживает бурный рост. С чего мы начинали? 2014 год – это 30 человек, это минимальный объем выручки. В этом году, уже по состоянию на 1 сентября 2016 года, СЕФАвтотранс – это 450 человек, это 80 миллионов годовой выручки. И с учетом этих машин и найма дополнительного персонала в лице водителей, мы выйдем на более существенные показатели порядка 600 человек и уровень выручки более 100 миллионов рублей. Это все идет в дополнение. Еще хочу обратить внимание, пригласить всех желающих, всех водителей, которые имеют категорию «Д», для работы на новых автобусах нашего предприятия. Мы предоставляем полный социальный пакет. У нас обеспечена работа водителя, мы не превышаем режим труда и отдыха, то есть соблюдаются все нормы российского законодательства. Мы получили в этом году 90 новых автобусов фирмы «КамАЗ» «Марка». То есть это совместное предприятие, бразильско-российское, оно производит такие автобусы. Автобусы на компримированном природном газе на метане. Двигателя стоят китайские, класс экологичности пятый максимальный на сегодняшний день, который есть. Автобусы оборудованы полностью по норме 16-го федерального закона о транспортной безопасности. В них находятся камеры видеонаблюдения в количестве шести штук. В них оборудована система прямой связи с диспетчером, тревожная кнопка. Также автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, системой навигации. Плюс автобусы пригородного сообщения отличаются от автобусов городского типа наличием мягких сидений, ремней безопасности и кондиционеров. Что еще можно сказать про автобусы? Они выиграют у своих конкурентов тем, что более мягкие, ввиду того, что у них задняя подвеска пневматическая. Плюс комфортабельные, удобные входы, выходы. То есть все предназначено. Водительское место с выводом камер видеонаблюдения, с системой в том числе оперативного реагирования на какие-то чрезвычайные ситуации, которые могут происходить в автобусах. КОНЕЦ